Учиться никогда не поздно. Об этом знают все, но многие не спешат возвращаться за парту. Одинцовские пенсионеры готовы на собственном примере показать. На пути к знаниям нет препятствий, кроме собственной лени. Большинство из сидящих в зале Центра эстетического воспитания окончили сразу несколько курсов, организованных администрацией городского поселения Одинцова. Нина Беспалова уже сертифицированный компьютерный пользователь, а теперь еще и знаток английского языка. Надо это все делать, потому что бабушки многие не сидят на лавочке, а вот они идут, что-то пишут, что-то учат, к чему-то стремятся. А это уже жизнь, движение, вы понимаете, наука. Я считаю так, хоть я уже не пожилой человечек, но я считаю, для меня это еще мало. Вот записали здесь, я дальше пойду. Сейчас курсы для людей пенсионного возраста работают по трем направлениям. Английский язык, основы компьютерной грамотности и садоводство. Со следующей недели к ним прибавится еще и юридическое. Вести его будет выпускник компьютерных курсов, бывший федеральный судья с многолетним стажем. С этими вопросами у нас крайне тяжело. Основная масса населения, которая хочет куда-то обратиться, порой не делает из-за того, что не знают, куда идти, как писать, как оформлять документы, какие есть основные моменты по жилищному, по ЖКХ вопросам, по семейному, по трудовому. Даже немножко общую обширную лекцию, такую не обширную, а ознакомительную хотел бы дать по теории государства и права. В планах организаторов занятий ввести еще одно медицинское направление. Пока мы не можем найти квалифицированного медицинского работника в области «Помоги себе сам». Было такое предложение. Мы понимаем, что оно тоже может развиться в определенный семинар большой, в свое отделение. Это медицинское отделение, когда человек себе сам помогает в области медицины. Но мы хотим найти высоко квалифицированного человека, который бы в этой области имел достаточно большой опыт, чтобы не навредить людям. Это очень ответственно. Набор слушателей курсов продолжается. Требований к кандидатам немного. Регистрация в городском поселении Одинцова, пенсионный возраст и, конечно, желание учиться. Евгения Августина, Алексей Орлов, телекомпания Одинцова.